Миньоны, общий сбор! Всем привет, дорогие обитатели Ютуба! С вами Никита Фрост, и в этом видео я расскажу об игре Minion Rush. Это игра от разработчиков Game Loft, сделанная по мотивам мультфильма 2010 года «Гадкий я». Игра относится к жанру раннер, и когда мы игру запускаем, у нас запускается вот такой вот маленький мультик. Давайте его посмотрим. И вот Minion выбегает, и начинается, по идее, наш забег. Очень интересная задумка, мне это очень понравилось, когда я увидел в первый раз, действительно, по сравнению с другими раннерами, начало они продумали хорошо. Всю эту заставку всегда можно пропустить, необязательно её смотреть, но первый раз, когда игру запускаешь, действительно, очень забавно это увидеть. Перед вами меню игры. Наверху слева мой рекорд 106200. Те, кто добавили меня в Фейсбуке, с теми я уже соревновался и заданиями, и рекордами. Вот, и так. Само меню тоже не такое простое, как казалось бы. Тут всякие приколы. Оно меняется в зависимости от того, где вы закончили забег. Так, лаборатория игры или же город. Есть сюжетная линия, есть боссы, там, вектор и так далее. Есть всякие, там, ну, типа, помощники, всякие фичи, там, гадости миньонские всякие. Ну, в общем, игра очень интересная получилась. Итак, для начала расскажу вам о меню. Меню довольно простое. Играть, магазин, в котором мы можем улучшать, как и, в принципе, в любом раннере, да. И, кстати, донатить всякие умножители, всякая такая чушь. Вот, как раз пройдемся о бонусах. Замораживающий луч, он замораживает все препятствия, и вы просто их пробегаете. Ну, врезавшись в них, вы получаете там очки. Это позволяет вам получить, ну, как, увеличить свой рекорд и так далее. И похвастаться перед друзьями. Банановый пылесос собирает все бананы, действует что-то вроде магнита. Бананомет увеличивает в два раза все бананы, которые вы собираете. Щит миньона, как дополнительная жизнь, но, правда, он не срабатывает, если вы куда-то свалитесь. А миньономет, это... Он только за донат, кстати, улучшается. И это в самом начале, чтобы не бежать с нуля, он вас, как бы, выстреливает, и вы бежите дальше. Ракета Грю просто, ну, как ракета, вы летите дальше. Независимо от того, какие препятствия у вас на пути. Единорог Флаффи, это как бонусный уровень у нас получается, где можно собрать реально очень много бананчиков. Вот. Гигантский миньон, это вы становитесь очень большим и давите миньончиков, которые вам увеличивают гадкий бонус. Вот тоже очень такая вещь хорошая. Очков можно много набрать и... Ну, просто весело выглядит. Настрой поднимает, в общем. Что еще сказать? Ну, тут вот, за реальные деньги, в русской версии, в рублях даже все пишет, довольно интересно. Бонусы, костюмы для наших миньонов. Каждый костюм дает какой-то определенный бонус. Первые три можно купить за бананы, остальные только за донаты. Всякие акции, как вы видите. Ну, это, в общем, типично для любого раннера. Итак, идем дальше. Общение. Общение это, если мы синхронизируем с фейсбуком, я сейчас почему-то не залогинен. Там, в общем, можно пригласить друзей поиграть, посоревноваться. Костюмы. Вот костюмы, сразу отдельная вкладочка. Задачи. Как и в любом раннере, здесь есть задания, которые увеличивают гадкий множитель. То есть, вы быстрее получаете и набираете очки, как в том же Subway Surfer, допустим. Только здесь гораздо тяжелее их выполнять, и нельзя покупать. Тут тоже за донат вот эти жетоны. А в Subway Surfer было все без проблем. Взламывать эту игру я не пробовал. В принципе, она... Можно играть в нее одному, без интернета. Поэтому, скорее всего, она взломается геймкилером и геймчихом. Что у нас в настройках? В настройках поддержка пользователей. Работает или нет, не знаю. Скорее всего, работает, но на английском языке. Музыка, звук. Язык по дефолту стоял английский. Есть русский, но его нужно будет скачать. То есть, если вы скачаете эту игру там просто АПКшку, и в надежде, чтобы без интернета все установить, то придется играть на английском языке. Ну, всякие настройки в социальных сетях. Цель игры, как играть, разработчики и покупки. Ну, в принципе, на этом у нас интерфейс заканчивается. Давайте приступим к игре. За что действительно нужно ругать разработчиков, так это за оптимизацию игры. Она здесь, как и в большинстве игр, просто ужасная. У меня кастомная прошивка, и игра в самом начале, как вы видите, просто ужасно подлагивает. И не то, что подлагивает, а реально лагает. Но после того, как мы пробежим несколько метров, лаги эти проходят. У меня у знакомых точно такой же планшет, без 3G. И у нее жуткие лаги в самом даже процессе игры, то есть, когда она бежит. Это просто, ну, мягко говоря, печально. Печалит. Вообще, сама игра довольно-таки очень, ну, красочная. Придраться не к чему. Все довольно-таки прикольно сделано. Давайте я сейчас убавлю звук. Довольно все прикольно сделано. Играть в нее можно очень долго. Она не надоедает. Управление не только свайпом, но и акселерометром. Ну, то есть, не банальщина. Ну, в общем, не знаю даже, как сказать. Вот мы подобрали щит миньона, который нам дает дополнительную жизнь. Например, есть... Блин, хотел врезаться, показать, но да ладно. Как происходит переход по мирам? У нас, когда тут такой типа перекресток появляется, там будут типа трубки, как в мультике. Если вы смотрели и помните, там такие трубки были, по которым миньоны перемещались у Грю. Вот, вот через них мы будем переключаться на уровнях. Боссы появляются в каких... как-то вообще рандомно. Вот у нас замораживатель, замораживающий луч. На препятствии нам пофигу. Замораживаем, разбиваем, развлекаемся. Вот перекресток. Бежать в какую сторону, совершенно без разницы. Главное, не проспать его, когда вы уже будете очень быстро бежать в дальнейшем, на рекорд идти. Очень... ну, иногда глупо врезаешься, действительно. Вот я врезался и бегу дальше. А вот и босс, типа, как бы. Битвы с боссами довольно простенькие. Просто нужно уворачиваться от чего-нибудь, что запускает боссы, или же от самих боссов. Ну да, я как всегда отвлекся в ненужный момент. И нужно просто запускать в боссы, там, как раз то, что они сами же и в вас пускают. Ну и, в принципе, всё. Просто бежать как можно дальше. Соревноваться с друзьями. Ладно, куплю. И просто бегать, бегать, бегать. В принципе, на этом всё. Больше сказать и показать нечего. Вроде бы я всё показал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok